Здравствуйте, друзья! Светлана зачитает нам вопросик. ИГ по математике сдал лучше всех в регионе. Что сдал? Ну, это единственное... ЕГЭ. 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 С первой покупки компьютера я был вовлечен во все то, что с ним связано. Быстро схватывал любую информацию. Легко обучался. В общем, нравилась мне сфера IT. Хотел заниматься программированием, разработкой игр, поскольку в детстве их очень любил. В первом классе не учился, поступил сразу во второй, потому что читать и писать умел с четырех лет. Английский для первого класса подтянул, поэтому сдал так называемые экзамены, хотя сложно так назвать для первого класса. Поступил сразу во второй класс в шесть лет. У четвертого класса у нас в школе не было, как раньше было популярно. В итоге школу закончил в пятнадцать лет. Поскольку в семье у нас все юристы, родители отправили меня учиться в гуманитарный университет по юридической специальности. Почему я не поступил в технический вуз? Мне было пятнадцать лет, я толком ничего в жизни не понимал, поэтому поплыл по течению. Пять лет студенчества для меня были самым тяжелым временем. Нет, студенческая пора мне нравилась, но учеба... В итоге я скатился до троек, еле закрывал сессии, что морально меня убивало. К тому же с каждым годом для себя понимал, что гуманитарные науки мне не давали. Сейчас работаю по специальности. Работает для меня каторга. К тому же график работы ненормирован. Работаю по шестнадцать часов, без выходных. Свободного времени нет. К тому же поступил учиться по целевому направлению. Так что отработать нужно было пять лет. Либо увольняться и оплачивать обучение за пять лет. А семья у меня далеко не самая состоятельная. Ждать финансовой помощи не от кого. Первый год работы слишком был занят. Не придавал этому значению. Однако сейчас практически каждый день думаю о том, что живу я не своей жизнью. Что все это не мое. Мне не нравится ничего из того, чем я занимаюсь. Я пытаюсь найти способы, как мне разорвать этот порочный круг. Но с каждым днем только все больше нагнетает депрессия. И мне кажется, что выхода из этого вовсе нет. Но больше всего зато мне обидно и очень меня злит, что я так бездарно потерял семь лет жизни. Я зол на себя, что мне не хватило характера. Зол на родителей, что не прислушивались ко мне по окончании школы. Так как они решили, что я буду юристом еще в девятом классе. Хотя прекрасно знали о моей тяге к математике. Я в отчаянии. Сейчас думаю, может мне все-таки стоит поступить в технический вуз. На заученную форму обучения, который жертвует отпуском. И сдавать в это время сессии. Как-то пытаться исправить свою жизнь. К окончанию вуза как раз закончится пятилетнее рабство. И я уволюсь со спокойной душой. Но я не уверен, что смогу протянуть еще три года, занимаясь тем, что я просто ненавижу. Помогите. Вот такой крик души. Ой, господи. Да. Ну, очень интересный письмо на сайте. Давай ты вот как смотришь? Ну, вообще-то молодой человек прав, конечно. Абсолютно. Он живет не своей жизнью. И получается такая история, что когда мы живем чужую жизнь, у нас есть какой-то... Какой-то у нас есть объем энергии, да? И этой энергией мы пользуемся, когда идем к каким-то своим целям. Так вот, если мы живем не своей жизнью, то у нас идет отток от этой энергии, да? Я думаю, что это не отток идет, а дело в том, что мы подключаемся к разным резервуарам. Когда ты живешь свою жизнь, да, то этот резервуар, он бесконечный. Он даст тебе столько энергии, сколько надо. Да, можно я... Да, а когда не свою, то там резервуар полупустой. Да, да. И поэтому вот это чувство, и депрессивное состояние, и чувство, что нету сил, и что это все не мое, и куда я качусь вообще, и годы проходят, и 7 лет жалко, и с родителями, зол на родителей, это все идет вот именно оттуда, что энергии мало, сил нет, все это идет на очень большом таком нервном напряжении, в стрессе и так далее. Значит, очень интересный есть момент такой, что если вот Миша правильно сказала, что если ты занимаешься любимым делом, то эта энергия, она наоборот дает силы, и казалось бы, вот сейчас у молодого человека нету сил, и он думает, как же я протяну там на нелюбимой работе еще 3 года, но окажется, например, да, что если он пойдет учиться заочно по специальности, по той, которая ему нравится, и все, что он будет делать, и ему будет нравиться, она ему будет давать такой буст энергии, что все остальное, это будет мимоходом, оно уже будет неважно, и те 16 часов, которые он сидит на работе, и вынужден сидеть, они промелькнут, как в незаметное время, потому что он будет считать минуты, когда он придет домой и займется тем, что ему нравится. Энергии прибавятся, и уйдет депрессия. Значит, что важно сказать? Важно не держать зла на родителей. Дело в том, что родители хотели как лучше, получилось как всегда. Да, родители иногда принимают решение, свои несостоявшие амбиции и мечты они перекладывают на детей, нам, вы хотите сюда? Вот, и да, это их заблуждение. Главное, что сами-то, Свет, не зарабатывают ни шиша, семья не богата, они еще хотят, чтобы он туда. Сейчас дело не в этом. У них были свои ожидания, какие-то несостоявшиеся мечты, и они видели своего сына, реализовавшим их ожидания. В этом смысле он живет не своей жизнью, а их жизнью. И, скажем так, не надо быть злым, на них нужно понимать, что они не виноваты в этом, они хотели как лучше, а получилось как всегда. И вот это принятие, оно тоже даст силы и энергии, и уйдет стрессовое состояние, и негативное состояние нельзя держать вла, да? По отношению к родителям, да. Я думаю, что вам всего 22 года. А там он сказал, что да? Да, он сказал, что ему 22 года. Вы еще так молоды, у вас настолько все впереди. Даже не думайте, конечно, идите и учитесь по той специальности, которая вам нравится. У вас появится огромный, вы еще так молоды, у вас так много сил, просто эта работа, она изнуряет. Он не сказал, в каком городе живет? Нет. Работа изнуряет, потому что она нелюбима и не нравится. Как только вы займетесь любимым делом, да, нужно отработать эти пять лет, что же это правило икры, ты вписался в них, никуда не денешься. Но оно промелькнет и к тому моменту, когда вы получите образование, уже будете свободны и займете любимым делом. Я думаю, что это абсолютно у вас все прекрасно будет и силы появятся, и все будет хорошо, и ситуация не такая безвыходная, как она вам кажется сейчас. Ну, я как бы совсем иначе все это вижу, поэтому я так тебя послушал. Ну, скажи. Обычно мы с тобой гораздо ближе вот к нашим позициям. Ну, бывает всякое. Значит, 22 года, возраст совершенно потрясающий, да? Получать формальное образование в другой сфере, он, конечно, может, да? Параллельно с работой нелюбимой, да там еще и ненормированный рабочий день, у него там хрен знает чего и так далее. Но это что, что он там к 27 годам, значит, там диплом получит. И что он тогда будет как начинающий ходить. Поэтому я бы так не делал. Он должен как можно скорее отвалить оттуда, где он находится. Но он не может, все равно он должен отработать. Он может, потому что он... Это вопрос денег. То есть он может в том смысле, что это ему будет стоить денег. Но в тот момент, когда у него возможность появится, он будет думать, да? платить, не платить, как с этим быть там и так далее. Но в общем-то это вопрос денег. Ты не можешь поставить на одну чашу весов 5 лет жизни, а на другую чашу весов там какую-то сумму денег. А если нет? Подожди, подожди. Деньги зарабатываются. Зарабатываются. Когда ты любимым делом зарабатываешь, то ты занимаешься и зарабатываешь. И ты начинаешь что-то такое зарабатывать. Он сейчас не зарабатывает там ничего особо. То есть не то, что он какой-то богатей. И родители его тоже. То есть он не в той профессии, которая денежная. Я не знаю, сколько стоит там его это обучение, и сколько будет стоить, если он там на год раньше, на два года раньше уйдет, из того, чем он занимается. Но мое видение было бы таким. Значит, надо как можно раньше начать заниматься тем, что дает ему радость жизни. Как можно раньше. Как можно раньше он может начать заниматься через пару-тройку месяцев, например, там, я извиняюсь, тестировать. Я не хочу быть похожим на... Живень. Нет, на врача, который стоит на углу и всем прохожим ставит клизму. Понимаешь, у меня большой такой клистер, и каждый подходит ему раз, клизму, и все. Но я в данном случае вот с этой клизмой. Я говорю, пожалуйста, тебе нужно там несколько месяцев, для того, чтобы пойти и найти... Но он хочет игры разрабатывать, понимаешь? Для этого надо подучиться чем-то. Он, может быть, хочет разрабатывать игры, но если он пять лет, или четыре года, или шесть лет проведет в этом состоянии, в котором сейчас находится, и будет при этом учиться, чем он там будет учиться, я не знаю. Вот. Нет такого института, где учит игры, разрабатывает. И он выйдет из этого института, и его не возьмут разрабатывать игры, потому что он ничего из себя не представляет профессионально. Он никто. Мало того, что ему еще 27 лет. Понимаешь? То есть он еще и не перспективный тоже. Гораздо проще взять 22-летнего на разработку игр, чем 27-летнего, который вот только что закончил там свое образование. Давай подумаем так, а вот каким бы способом, вот он хочет разрабатывать, например, игры, да? Какой был бы кратчайший путь именно к разработке игр? Но не через окончание. Ну хорошо. Нет, я не настаиваю. Я не настаиваю. Я говорю, может быть, репетитора какого-то, может быть, приятеля какого-то, может быть, какие-то классы взять, может быть, какое-то что-то, чтобы самому двигаться в том направлении, которое ему интересно. Понимаешь, история? Все-таки тут вопрос такой. Либо он должен совмещать нелюбимую работу, то есть львиная часть времени у него будет, вот, жизни, будет уходить вот на черт знает что. И по чуть-чуть он может где-нибудь там вечерами, ночами там за счет здоровья своего или что-то разбираться там в разработке игр. Вопрос в чем? С кем он конкурирует на рынке разработчиков игр? Но нужно научиться сначала не конкурировать. Ты не понимаешь? Вот он начал потихонечку, параллельно с работой, где-то с репетитором там в open source. Я не знаю где. Вот он разрабатывает игры. Потом он выходит на рынок. Он с кем соревнуется? Я не знаю. И я не знаю. Если он соревнуется с людьми, которые имеют высшее образование, которые владеют, которые имеют там уже 5 лет опыта, 7 лет опыта, которые изощренные парни, как он будет с ними конкурировать? Я не знаю. Поэтому я тебе... Я... Почему я... Вопрос такой. Ты не можешь из возраста 2 года в течение там 1 года стать 10-летним. Понимаешь? Не бывает так, чтобы 2-летний стал 10-летним за год. От 2-летнего до 10-летнего 8 лет проходит. И ты говоришь себе, я хочу заниматься разработкой игр. Хотя, это может измениться, как я не знаю что. Это может 10 раз измениться за ближайшие 10 лет. Чем он конкретно хочет заниматься? Он хочет заниматься разработкой игр в той мере, в какой он вообще никакого отношения к этой области не имеет. Он далек бесконечно от этого и от сферы этой. Бесконечно далек. Поэтому это как раз детские вещи. Это все ерунда. Это можно пренебречь. Пока что. То есть, если сохранится страсть, пристрастие, пусть будет. ничего плохого в этом нет. А нет так и нет. Ничего страшного тоже нет. То есть, мы говорим о профессии, а не о конкретном приложении этой профессии. Значит, в принципе, он, конечно, он молоденький совсем парень, он может вместо тестирования учить, я не знаю, какой-нибудь программирует. Я не разбираюсь в трудоустройстве программистов, поэтому я не могу тебе сказать ничего про тестирование. Я тебе железно говорю, что он через 2-3 месяца может уже работать тестером. про программирование. Я не знаю. Может быть, если кто-то рядом с ним есть, кто скажет, иди сюда, я тебя сейчас обучу, за пару месяцев пойдешь на работу, я тебя к нам на работу приведу. Вопросов нет. Так вот, почему мы говорим? Значит, он выстраивает цепочку. Он говорит, я иду, я ему в данном случае выстраиваю цепочку, а он ее принимает или нет. Значит, он идет работать, а пусть будет тестером. Он в течение, может быть, года на этой работе, работая тестером, он, может быть, либо займется серьезной автоматизацией, либо его затянет в какое-нибудь кодирование. Не знаю там на чем, на Пайтоне, на Джаве, на Свифте, на чего они там делают, и разберется. И уже там, находясь в компании, работая день и ночь, в этой компании, так же, как он сейчас работает на нелюбимой работе, он, во-первых, расцветет, во-вторых, он будет в свои 22 года, мозги свежие, плюс уже высшее образование, он не с улицы, понимаешь, что у него тренированные мозги. И он, он как мочалка будет впитывать. Он через год, через два, он через год, через два, может быть синьером, он может быть лидом. Ты говоришь так, как будто он свободен. Он сегодня, он пять лет должен отрабатывать то место, где он находится. И когда ты говоришь, что это вопрос денег, сегодня мы эти деньги взять негде. вот ты мне говоришь чего-то, и ты не знаешь, как эта ситуация отрабатывается там, где он живет. Я тоже не знаю. Я понимаю, да, ему дали бесплатно там чего-то ему дали, он за это должен там пять лет отработать. Значит, он может сказать, не хочу отрабатывать. Значит, дальше есть какая-то система компенсации. Ему могу сказать, ну, если ты не хочешь, а у нас по контракту вот, значит, прописано, вот тогда вот будет вот это, вот это и вот это. И он может взять на себя вот это, вот это и вот это. А может не взять на себя вот это. Но тогда он сознательно, у него есть выбор, понимаешь? Сегодня у него выбора нет. Сегодня он на всех слой и никакого выбора у него нет. А здесь он скажет себе, так я лучше там поработаю. Мало того, если он вынужден работать, понимаешь, что такое рабский труд, Цвета? Рабский труд, это труд практически нулевой производительности. Да. Поэтому не надо так работать, как он работает. Не надо там все кишки свои выматывать. Нет, как только у него появится альтернатива, и я это говорю абсолютно по собственному опыту, да, сидишь на нелюбимой работе, тебе все это опостыло, и вдруг у тебя появляется искра, у тебя появляется дело, которым тебе заниматься интересно. Значит, работа идет, вот так вот идешь, ты отрабатываешь на эту работу, но и ночи, и вечера ты занимаешься тем, что тебе нравится. Парень молодой, сил много, как только вот найдется вот эта искра, появится силы абсолютно. Ну да, нужно пять лет перекантоваться, но параллельно можно двигаться дальше. Он уже два года там откантовал, да? Ну да, не уверен. По-моему, да. Но во всяком случае появится силы это 100%, и энергия появится. когда правильно поставлены цели, все появится и все сложится. Да, значит, еще раз, я не понимаю, почему, например, человек обязан, слышишь, работать денно и ночь на ненормированный рабочий день. Это где такое написано, что он обязан? Это что, в Российской Федерации такие законы? Нет таких законов. Он работает, 8 часов отработал, до свидания. Если они хотят, чтобы он работал больше, тогда я не знаю, что они должны ему там... А они будут платить больше за это. Они должны что-то ему предложить взамен, но он не обязан. Понимаешь, ни один человек не обязан ни в Америке, ни там, ни тут. Это его сознательный выбор. У него нет альтернативы никакой. Он вроде работает и работает, но он должен сказать, вот мой путь, я по нему иду. Нет, на самом деле, А есть обстоятельства. Вот то, что он сейчас там работает, это обстоятельство. Но если он начинает двигаться уже к следующей вершине, к какой-то вершине, он идет... Да, мальчик хороший, хорошо учился, он быстро все это... Да, конечно. То есть вот сегодня просто мы даем вот этот волшебный пендель в том смысле, что немножко мозги перестроить. Во-первых, не судить родителей, простить их, это даст позитивный заряд двигаться дальше. Ну, а они ошиблись. И на себя тоже не надо годить. Да, они ошиблись, да. Вы еще так молоды, у вас настолько все впереди, что как бы даже совмещая учебу и, допустим, допустим, даже в тестировании с работой на этой работе, вы к окончанию срока вот этой вашей основной работы выйдете на какой-то уровень, у вас все сложится прекрасно. Свет, давай вот это самое, ну, вернемся назад, там, скажем, на, ну, дай бог, 40 лет. И я хочу сказать, в наше время, вот мы со Светой, мы выбирали институт не потому, что вот это моя любимая профессия, или не любимая. У нас даже и мысли такой не было. Да, альтернатив не было. Значит, у меня альтернатива была либо в армию идти, чего я не хотел, вот, либо пойти туда, где принимают евреев, на всю Москву 5 институтов. Вот и все, вот и вся моя альтернатива. Как, когда вообще, каким хреном я бы стал инженером-связистом? Это представить себе было невозможно, понимаете? Ну, жизнь, она бы руливая, знаете, как интересно получилось. Ну, подожди, ну, слава богу, да. Я к чему, при том, что я очень гуманитарный человек, на самом деле. Ну, вот вышло так. Света, 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 чтобы поступить в институт связи в Москве, уехала из Киева в Москву, потому что в Киеве поступить в институт ни в какой, на дневное отделение еврею было нельзя. Но дело даже не в этом. Света, я к чему говорю. Еще раз, я пошла в институт связи, опять же, потому что родители были свидетельны, сказали, иди туда. Я туда пошла. Но, стой, но тебе пришлось в Москву для этого ее? Да я хотела уехать в Москву. Дело не в этом. Дело в том, что я абсолютно тоже не приспособлена к технической хардворной этой работе. Меня представить себе закручивающий гайки в этих мониторах, компьютерах и так далее. В мониторах гайки мы не крутим, что это. Ну, не знаю, во всяком случае, это немыслимо совершенно. И жизнь разрулила так, что совершенно мы оказались в другой области. Где вывернули там, где должны были. Да, и я помню, что даже уже мы были на методической работе, уже работали, а постылая организация, жуткие там склоки, дрязги, в общем, кошмар какой-то. И тоже казалось, что нет выхода. Вот казалось, что нет его, вообще и быть не может. И вдруг появляется возможность пойти в аспирантуру, с неба свалилось. Просто было очень сильное желание. А там, знаете, был смешной момент. Ее начальница за флап говорит, как же так, вот ты же уходишь. И Света говорит, так вы же мне сами подписали направление. Она говорит, ну так я тоже думала, тебя не возьмут. Ну да. Она, знаешь, ну да, я думала, что ты не поступишь в аспирантуру. Так вот, да, я вот готовился, да я же не по образованию инженер-связисты. Мне нужно было сдать кандидатские экзамены вступительные в аспирантуру. А потом кандидатские. Педагоги, а потом кандидатские. Это было совершенно для меня не профильное. Занимался с утра до вечера. И силы находились, потому что очень хотелось. И не в 22, а лет 28. Нет, ну что ты, я еще и комсомолкой была. В аспирантуру ты пошла тебе? Да, да, да. Я уже как раз выходила из комсомолки. 28 лет? Так вот, к чему я рассказываю? Ну не важно. Постой, Свет. Я к чему говорю? Да, он оказался не в той профессии, в смысле не то образование получил. Но послушайте, всего 22 года. Поэтому это время не прошло даром. То есть может показаться, что вот если бы там занялся чем-то, то где бы я сейчас уже был, там и так далее. И может быть, это и правда. Но, но, я вот могу вам сказать по тем ребятам, которые у нас в школе учатся, да, на тестерах. Вот у нас есть какое-то количество юристов. Почему-то больше их из Беларуси, но есть из разных других мест. И из России есть, и из Украины есть. Я хочу сказать, они когда выходят на работу, через пару лет все начальники. И я спрашивал себя, и вот с людьми, которые там вокруг нас, я говорю, а что, что такое вот есть в юридическом образовании, в образе мышления, что там есть такое, что выкидывает людей наверхушку, и они в состоянии всех остальных организовать, построить задачу, дать и так, и так. Причем, это у нас были и судейские, и прокурорские, и буквально следователи, там, по всяким делам, там, и так далее. И все они вот так. Понимаете, поэтому вы, вы не, не, не то самое. Может быть, вы не были там отличником, там, в этом деле, вам не нравилось, но это тоже не просто так. Нет, но навыки все остаются. На самом деле, я думаю, что там, чтобы стать, да, юристом уже очень много писать. И вообще, навык писать, грамотный, связанный, формулировать, это очень серьезный навык. И как ни крути, вот навыки писания, они очень хорошо формируют логическое мышление. И речь, конечно. Речь и мышление, это одно и то же. Поэтому, если вы можете четко выражать свои мысли, формулировать, вот то, что юристы, да, должны делать, это по жизни еще как, конечно. Вот, поэтому 22 года, ну, ну, у него здесь тормоз, вот это вот, в виде там, еще трех лет доработки, там, и так далее. Ну, оно вот совместится, понимаешь, он пока поучится, подготовится, может быть, найдет работу на ютесте сначала, потом где-то, может быть, ремонт, найдет работа, а на работе будет отсиживать, досидит он свои три года. В общем, короче, тестером, молестером, если он хочет остаться, вот там, где он, ну, ну, если доработать, чтобы не быть должным деньги, начал говорить себе, работай, работай, вот работаю 8 часов, работаю не для них, а для себя, вот, и остальное все свое время, и весь мой фокус уходит вот на эту. Вы можете при этом закончить курсы, можете, я бы лично ограничился курсами, курсы этого, курсы того, есть сейчас абсолютно, ну, вот, там, за копейки, а то и бесплатно, есть курсы всего, всего на свете, и программирование, и там, по технологиям, и сетевые, все, что хочешь есть. Вот, берешь себе и учишься, и, конечно, кое-что, если есть возможность, надо походить там, где есть преподаватель, вот, но, высшее образование профильное, скажем, айтишное, айтишное, да, вы еще успеете получить, вы начните работать, вы когда работать будете, значит, вы получите еще одно высшее образование, просто, чтобы было, и чтобы, ну, как сказать, если ты двигаешься в технической области, у тебя должно быть техническое образование, но это не главное, это не то, что открывает вам двери, двери открывают способность выполнять какую-то работу, вот, формируете в себе способность выполнять какую-то работу, ту, которую сочтете нужным, выберите, ну, пожалуйста, хотите программировать игры, ну, пожалуйста, занимайтесь играми, кто же вас заберет, единственное, что, я не знаю, насколько именно вот игры, это рыночная вещь, там, скажем, для рынка труда Российской Федерации, ну, если он из Российской Федерации, или откуда он, я не знаю, вот, поэтому, скажем, такое более нормальное, такое типовое программирование, оно, оно есть практически всюду, а с играми, я даже представить себе, не могу, с играми в Америке, не так просто, в общем. Не, ну, может быть, он и на другой согласен, мы не знаем, ну, так, совсем нравится, ну, нравится, конечно, не обязательно, вот, поэтому, я хочу парня приободрить, так, и сказать такую вещь, что талант, так, и, как бы, то, с чем ты родился, ты не пропьешь, и в карман не спрячешь, да, то есть, ты, конечно, можешь его развить больше, или развить меньше, можешь совсем не развить, но если оно у тебя есть, а история у него совершенно, совершенно замечательный цвет, да, я, конечно, тоже поражаюсь, Малькану, его родители, но уже ладно, это не важно, но, в общем, вот, оно есть, и понимание есть, и все, и возраст-то такой, ну, я почти детский, понимаешь, вперед, совершенно никаких этих, только надо, выкинуть, надо, выкинуть, надо из головы, вот это вот, что ты бедный, что ты несчастный, что тебя тут закабалили, там, никто человека закабалить не может, кроме его самого, поэтому, значит, отнеситесь к этой работе так, как все остальные, там, к ней одно относятся, и все, да, двигайтесь вперед, у вас есть свои цели, задачи по жизни, и вы не обязаны, слава богу, есть что-то, ведь, сколько людей ходит, они даже не знают, что они хотят, вот это да, у вас же главный-то вопрос решен, понимаете, вы знаете, что вы хотите, это, это 99% всего, все, что вам осталось, там, ну, идти к цели, ведь движение к цели, оно радостное, само по себе, не только достижение цели радостное, достижение цели может еще и быть опустошающим, если следующей цели нет впереди, а движение к цели, это радостный процесс, он может быть трудным, но он все равно радостный, и он наполняющий такой, прекрасный, самое главное, что когда вы начнете что-то делать в этом направлении, вы вдруг обнаружите, что вам помогают какие-то силы, по которым вы не можете объяснить, откуда оно взялось, вот складываются, сегодня они вам не помогают, складываются вдруг какие-то очень благоприятные обстоятельства, и все складывается, вы оказываетесь в нужном месте, в нужное время, и думаешь, бог ты, это как-то мне повезло, это не повезло, это просто ваша мотивация, и целеполагание, оно двигает вот так вот энергия в нужном направлении, да, начинают сходиться какие-то странные такие вещи, про которых ты даже не знаешь, что они есть, а они вдруг сходятся, и ты говоришь, какое совпадение случайностей, да, и все скажут, и все скажут, повезло, да, и вдруг находятся деньги на то, чтобы расплатиться с этой работой, и уйти с него, вдруг все, если нужно, если нужно, все складывается как нужно, главное, понимать, что ты сегодня живешь не своей жизнью, чтобы уже поняли, это уже хорошо, и не понимать, куда ты идешь, и у вас действительно есть направление на двигательство, да, и все. Конечно, конечно. Ну что, как зовут парня, мы знаем? Дмитрий. Дмитрий, давай Дмитрию пожелаем, чтобы все было хорошо, и ребят, которые нас слушали, и которые как бы согласны с тем, что, как бы, ну, с тем, что мы примерно тут рассказывали, да, поставьте ему лайк, чтобы, чтобы вот Дмитрий видел, что, он не один, и что есть у него поддержка, и что, и что у него есть путь, а это не то, где он находится. И это самое главное. Все, счастливо, ребят. Да.